Это дед. И деда предали. Так, стоп, это уже было в первой серии. Фак. А вот черта сценарий не тот. Во, нашел. Это дед. И дед все еще жив. И он продолжает жить на неизвестной ему планете. У него уже есть небольшой домик у подножия гор, свой небольшой огородик и даже женщина. Хе-хе, бай. Что еще нужно? Правильно. Месть. Он лелеет в своей голове планы, что однажды он выберется с этой планеты, найдет тех, кто его предал и... Всем привет! Джексон снова здесь и мы продолжаем с вами следить за историей деда. Первая серия зашла очень неплохо, за что вам огромное спасибо, но со второй серией я сильно затянул. Я совершил очень крупную ошибку, начал снимать и монтировать параллельно сразу три видео и в итоге ни одного не сделал вовремя. Люблю, умею, практикую, как говорится. Дико за это извиняюсь и постараюсь больше такого не допустить. Что ж, планы мести это, конечно, хорошо, но пока дед сидит и изучает аккумуляторы. Без них часто пропадает свет, а дед сильно боится темноты, потому что в темноте можно больно удариться мизинчиком об тумбочку. Женщина продолжает носить дерево на склад и заниматься фермерством. Надо бы расширить поголовье скота, а то одна индюшка в загоне, это как-то слишком бедно. На карте продать цивилизованных животных никого нет почему-то. Одни бумолопы ходят, да крысы ползают, но их приручать, ну такое себе. Опа, ослики. Правда, два самца заняться размножением не получится. Но все равно женщина отправляется приручать этих дивных созданий. Правда, пока она шла, наступила ночь, и оба осла позлали женщину нахрен. Ну, хоть не запинали в ночи. Как вы уже, наверное, заметили, визуал игры немного изменился. Я накатил на игру текстурный мод Vanilla Textures Expanded, и все текстурки теперь намного лучше выглядят. Простота текстур римки это своеобразный антураж, игра ведь совсем не про графоний. Но на сильном приближении уж сильно режет глаз, поэтому я решил попробовать. А вы в комментах обязательно напишите, как лучше по вашему мнению. Плюс еще поставил пару мелких модов, например, на светильники в стенах и оптимизацию переноски вещей, чтобы дед и женщина были немножко эффективнее. А еще мод Combat Extended, который перерабатывает полностью боевую систему игры и избавляет от ситуации, когда персонаж с хорошей прокачанной стрельбой попадает один из десяти раз. Теперь такого быть не должно, поэтому можно спокойно выдать деду лук, и чтобы он смог ходить на охоту и добывать мамонта. Так вот, как оказалось, дед лук где-то просрал. Придется делать новый. Женщина, ну-ка, выпилька деду новый лук нормального качества. И да, лук получился норм. Просто норм. В прошлый раз дед содрал не всю плитку. Нужно закончить начатое. А из камней этих потом построится негорючее помещение для аккумуляторов, которое он, кстати, недоисследовал, засранец старый. Ну, на донышке же осталось. Ну, почему нельзя было закончить, а? Отправлю его закончить исследование, когда он снимет оставшуюся плитку. Вот, молодец. Фигач в технологии, нам аккумы нужны позарез. Начал разметку аккумуляторной комнаты. Поставлю ее поудаль от основных строений, и она будет из вот этой вот самой плитки. Ну, чтоб не горела. Дед сразу ринулся строить, опять не закончив исследование. Ладно, пусть строит. Любит он руками работать. Там закончить-то осталось исследований на полшишечки. А женщина тем временем добыла ужин. Прекрасно, аккумуляторы изучены. Дед молодец. Тем временем, правда, в холодильнике сгнила вся приготовленная еда. А все почему? Потому что вот все это говно не работает. Из-за того, что электричество постоянно скачет. В построенную комнату влезет 4 аккумулятора. Я думаю, их хватит с верхом на долгое время. Ну, если они будут успевать заряжаться нормально. Вечером оказалось, что у деда омерзительная спальня. Внезапно. Я-то думал, кровать, факел и старая ваза в комнате, частично сделанные в голой скале, это предел мечтаний. Все же мужики так живут и норм. Че не так-то? Ну, ладно. Комфорт в этой игре важен как ни крути, и в римке настроение пешек важно поддерживать на высоком уровне. Поставим пару светильников в стены и пару бесполезных элементов в мебели. Женщине, конечно, сделаем то же самое. Ну, заслужило. Проснутся, построят и будут радоваться, что в комнатах теперь есть дополнительные пылесборники. Да и кстати, а где этот в миру толстый дикарь, который тут ошивался? А ну-ка, цып-цып-цып. Тебя бы надо приручить и продать в рабство. Где эта сволочь? Где эта сволочь? Ой, а он оказывается от кис. Из-за всему давно. Нефиг было у меня ягоды вырывать. Ну, земля тебе стекловатой. Помянем. Тем временем жизнь в нашем доме течет своим чередом. Дед пошел строить мебель, а женщина убирается. Правильно, проснулся, убрал свою планету. Так еще маленький принц говорил, по-моему. И смотрите, с мебелью спальня из омерзительной клоаки превратилась в ничего так. Прогресс налицо. Как оказалось, эти новые настенные светильники, кстати, конечно, полезные, но тусклые, капец. Одна обычная лампа прям сильно ярче. Но эти потребляют меньше энергии. 10 ватт против 30 или 40 вроде, если я правильно помню. Наверное, нужно просто больше их напихать. Дед перед сном решил все-таки проверить свои навыки стрельбы. А ну-ка, крыса, лови стрелу. Ха, умри, сволочь. Грозный дед. Раз мы тут, кстати, заговорили о настроении пешек, решил разнообразить посадки. Замутил дополнительно две небольшие делянки. Одну под психолист, а другую под дымолист. Будут дед и бабка скоро дуть косяки, запивая психийным чаем. Прям сказка Пушкина, как дед и бабка косяки дули. Фак, опять перебои с электричеством. Один аккумулятор уже построен, но он не успевает зарядиться нормально, ибо гребаный штиль. Воу-воу-воу, битва века. Волчара напал на олениху, и, по-моему, нехило так отгребает. Давай, олениха, наваляй этому наглецу. Эй, ну как так-то, я же на тебя ставил. Причем самец такой стоит рядом. Мне вообще похуй. Так, от туши он отвалил, кстати, забираем ее себе. Он сделал за нас часть работы, и мясо наше теперь. Утром дед ушел на каменоломню. Кончилась вся сталь, а нужно построить еще три аккумулятора. Так что дед сегодня долбит. В прямом смысле. А женщина кайфует на рисовых полях. Хе, ей прям норм. Кстати, раз уж на то пошло, давайте узаконим все это дело и переименуем нашу спутницу. Я как-то уже привык ее так называть, да и она вроде не против. Так что теперь она официальная женщина. А тем временем дед накопал стали и принялся строить очередной аккумулятор. Но вдруг... Опа-на. Рысь охотится на женщину. Ради пропитания? Рысь, ты че совсем рамсы попутала? Ща мы ее усмирим. Ща мы из рыси сделаем лошару. Встаем возле ловушки и ждем. На тебе стрелу в бочину, тварь. Я думал она продолжит бой, но она дала сибаса. А ну стоять, мы с тобой не закончили. Дед по какой-то причине не стреляет в ей вслед. Видимо тут что-то надо в настройках боя тыкнуть в модификации в этой и нормально все будет. Рысь, собака быстрая и я уж думал, что не догоню. Но она видимо оказалась совсем тупая и вместо того, чтобы бежать от нас, она напала на белку. Ну, дура, че я могу сказать. Пара ударов дубиной по рыси и рысь закончилась. Теперь у меня два куска мяса, рысь и белка. Профит. И что делает женщина после всего этого? Она идет дальше приручать ослика, как будто на нее только что рысь не напала. Смелая женщина. Я задумался, что хибарку надо бы начать перестраивать и оптимизировать. Комнату пленника я скорее всего отсюда уберу, немного ее расширю и сделаю здесь кухню. И здесь же сделаем вход в холодильник, который будет только с кухни, чтобы было удобней. Что я сразу и решил сделать. Обычно гранит дед нормально быстро выбивает, поэтому дел тут немного. Пока дед копал, я думал, где теперь сделать комнату для пленников. Ведь они, я надеюсь, будут. И не придумал ничего лучше, как отгородить стеной вот этот стальной рудник, где сейчас копается дед. Это и будет комнатой пленников. Хоп, сюда факел, крышу и почти готово. Перетащить сюда кровать, поставить еще парочку и будет прям супер барак для пленников. Пока все были заняты своими делами, я решил разметить ближайшие раскопки и будущие комнаты внутри горы. Решил сделать выход с кухни сквозной, коридор в два блока, а вдоль коридора будут расположены несколько комнат. Я думаю, комнат размером 5 на 5 будет достаточно. Хотя, не знаю, может быть вы в комментах мне напишите что-то другое. А вот в ближайшей комнате будет медблок. Теперь только остается все это выкопать. Кровать в барак для пленных перенесена, место освободилось. Теперь переносим сюда плиту. Нужно пробить дверь в холодильник, вынести камни и потом перенести сюда стол. Следующим днем дед решил по-серьезному забриться в гору и начал выдалбливать то, что я недавно разметил. Вот эта ближайшая комната, которую дед долбит, это будет медицинская комната. Она уже давно нужна, на всякий случай. А женщина тем временем решила приготовить, видимо, все, что есть в доме. Готовила она не прекращая. В ход шло все, что в холодильнике гвоздями к полу было не прибито. Зато теперь куча еды. Аккумуляторы наконец-то начали более-менее нормально заряжаться. Оказалось, что нижний не подключен и надо исправить положение. Я, кстати, еще слышал, что типа аккумуляторы надо подключать последовательно. То есть сначала мы от ветрогенератора проводим провод в аккумуляторы и только потом из аккумуляторов мы проводим в сеть. Это типа, чтобы аккумуляторы не потеряли заряд при авариях или что-то такое. Напишите в комментах, кто точно знает, так ли это, потому что я хз. Так, что это тут? Куры прибиваются к поселению? В смысле? Прям куры? Вам забрали брошенные или потерянные куры. Они, видимо, привычны к человеку, поэтому прибиваются к вашему поселению. Офигайся! Реально куры! Смотрите, как много! Это что теперь все мое, да? Неплохой такой солидный подгон. Надо срочно забирать. Интересная женщина сможет забрать сразу всех? Не, ну явно же не по одной, она их в загон потащит, правильно, да? Ну да, не по одной, по две. А в чем проблема взять сразу четыре, допустим, они же маленькие. Первые две кури добрались до загона, который дед уже принялся расширять. Надо бы какой-то, наверное, курятник для них поставить, что ли, чтобы они там яйца не следы и не холодно им было, в принципе. О! Смотрите, она привела петуха, и тут сразу любовь началась. Ща, как попрут яйца и маленькие курята и петушата. Женщина почему-то не привела всех кур и петухов в загон и решила поспать. И пока она спала, варк завалил петуха один. Ну вот, а теперь еще и курицу четыре. Ей отгрызли ногу, и она упала в обморок, и ее загрызли. Блин, какая жуткая смерть. Ну все, женщина, теперь кровь этих пернатых на твоей совести. Опа, а это что такое, яйца что ли? Ха, точно, два яйца. Причем, опл, видимо, оплодотворенные. А что раскидываем-то, граждане куры? И реально, смотрите, вылупится через три с небольшим дня. Ну, норм, так-то можно поставки курятиной наладить. Дед, кстати, решил позаботиться о курах и построить крышу над их спальными местами. А то вдруг дождь, и они без крыши. Ну и в ответе за тех, кого приручили, так сказать. Надо будет им какой-то домик замутить, но я, по-моему, об этом уже говорил. Лобочки, налет. А я думал, про меня уже все забыли. Батюшки, что ты такое? Женщина-грибок? Этот грибок, кстати, очень крутой животновод. В принципе, пригодилось бы ферму обслуживать. Будем пробовать захватить. Фак, злая женщина-грибок подожгла мне вентилятор, я не усмотрел. Вот паскуда. Мы не простим. Э, она пошла щемить кур. Защищайте кур. Дед занимает позицию и пускает стрелу в эту жирную мишень. Тут же не промахнешь ты даже, если захочешь. Все, иди туши в пожар. Женщина справится сама. Она тут еще убивец. Финальный удар и снова радость убийства. Но она у нас с особенностями, да, вы помните. Кстати, она оторвала ей голову. Ужас какой. Внезапно кур одолел птичий гриб. Это, видимо, это баба-гриб их заразила. Зараза. Быстрее нужна спасательная операция. С медициной у деда и бабки не так все радужно, как хотелось бы. Да и из медикаментов у меня только подорожник. Но думаю все получится. Так, вроде все прошло нормально. Иммунитет пока слабее болезни, но думаю выкарабкаются. У второй тоже дела получше немножечко, но пока тоже иммунитет проигрывает. Будем следить. Пока куры отдыхают, займемся домом. На кухне дед меняет пол на бетонную плитку. Она, как мне кажется, более стерильна, чем обычный деревянный пол. Хотя я могу ошибаться, это все-таки не пол из серебра. Ну и сразу дал указание стены в кухне выровнять, чтобы вид не портили. К вечеру проверяем наших курочек. И иммунитет опережает болезнью всех трех особей. Шикарно, курочки будут жить. Кстати, я все-таки посадил дерево гуаранлен. Пусть я растет, почему нет. И решил связать его с дедом. Собственно говоря, с кем еще-то. Начался ритуал, пришел дед, орал на дерево. Дерево посыпало его листиками и вуаля, дед и дерево связаны. Теперь можно выбрать тип дриад, который будет производить дерево. Мне сказали, что они по сути бесполезные, но похер пусть ползают. Тут есть носильщики, дриады для атаки и защиты, дриады, которые будут спавнить дерево, травы и ягоды. И дриады гау. Я не думаю, что атакующие и защитные дриады прям мега полезные, а вот лишние руки для переноски мне бы не помешали. Поэтому я выбрал дриад носильщиков. Появятся они через пару дней. Свиньи прибиваются к поселению. Болины-то Римка или симулятор фермера, а? Ля. Два здоровенных Борова. И у них тут прям любовь уже. Так-так-так, подождите до загона, окей? В этот раз женщину я отправил с охраной. На случай сильно голодного варга, который тут ходит и сожрал наших кур в прошлый раз. Но все прошло нормы, хрюшки благополучно добираются до загона. Теперь они часть большой зверячей семьи. Отсмотрел я тут на загон с животными на досуге и понял, что еды-то в нем катастрофически не хватает. Блин, придется зарезать часть живности. Под нос женщины, ну потому что дед такое делать не станет, ему как бы жалко. А идут бесполезные животные, от которых, ну, пользы-то нет. Индюха, потому что без пары яйца не несет. Осел, потому что тоже без пары размножать его просто так не получится. Ну и троих из четырех петухов, чтобы куры не плодились как бешеные. Их же всех еще кормить надо, а еды тут столько не растет. Если кто-то знает, как увеличивать рост еды в загоне, напишите обязательно в комментах. А пока понаблюдаем за этим ужасом. Блин, еще так жестко получилось во сне. Ну вот утром зверюшки такие проснутся, а тут все в кровище, и они такие, нихера мы поспали. А дед с утра проснется, придет на ферму, а половины животных нет. Баба ночью всех зарезала. И у деда все, инфаркт, и все, до свидания. Пути-пути. А вот это замена зарезанным петухам. Маленькие петушатки. Ха, прикольно. Рост еды в загоне все равно мал, даже с учетом, что мы половину зарезали. Поэтому дед решил расширить загон. Почти в два раза расширил. А ее, блин, все равно не хватает. Рост 2.13, в употреблении 2.76. Вот я только не понимаю, что они тут жрут. Кусты не жрут ведь? Или жрут? Или только траву? Значит, надо будет вырезать кусты, там вырастет травка, и будет, наверное, все норм. Хотя, может, я что-то не понимаю. Фермер из меня еще тот. Бац! Крушение капсулы. А вот и новые рекруты. Это, кстати, снова женщина, и вроде как приятной наружности. Смерть через 4 часа. Ну, умереть мы ей не дадим. Повезло, что она упала относительно рядом с базой. Ну, буквально за углом. Отправляю женщину с медикаментами сначала ее стабилизировать, а потом уже заберем. Я не помню, откуда взялась возможность стабилизировать. Это вроде из мода Combat Extended. Мадам, кстати, отличный боец. Еще бы, смотрите, гитя мафиози, глава наемников. Ух, боевая баба. Но жить ей осталось недолго. Так, тело стабилизировано, нужно ее раздеть. А то мало ли помрет. И голенькую понесли. Как раз обживет новую комнатку для пленников. Хорошо, донесли. Лечим подорожником. Теперь точно будет жить. Че, блин? Какая смертельная болезнь, вы че с ума сошли? Нет же, нифига. Но это оно, видимо, предупреждает, что у нее дикое кровотечение, да? Я уж испугался, что она что-то подхватила, когда мы ее в эту суперстерильную комнату занесли. На всякий случай, надо хотя бы щебень с пола убрать, что ли. С утра дед принялся ухаживать за новенькой. Накормил ее и начал укладывать в этой клаке пол. Хотя лучше бы тут какую-нибудь плитку сделать, чтобы постерильнее, а то же не сюда все больные попадают. Решил все-таки, что нужен второй витряк. Задолбали перепады электричества. Жалко не получилось поставить их как-то симметрично, и внутренний перфекционист в моей голове теперь будет немножко негодовать. Следующие несколько дней прошли тихо. Дед продолжил выдалбливать медблог в горе. Зверюшки паслись в загоне. Ленная потихоньку выздоравливала. Полозадание. Какая-то мадам хочет, чтобы мы выделили ей одного поселенца на сбор урожая. А за это она, самая ценная, отдаст какую-то свою бабу, судя по фигуре. Укротительница. Ммм, рыночная стоимость две тысячи. Хороший животновод. Ремесло, есть медицина. Блин, заманчиво, конечно, но нет. В одного оставаться пока невыгодно и довольно рискованно. Дед начал полировку стил в комнате, которая станет медблогом. Делать он это будет капец как долго, ой долго. Но зато строительство прокачает прям мамни горюй. А пока на ферме разобрел гигантский ленивец. Тусит тут с курами. Он, видимо, современный какой-то ленивец, сделал камин-аут и теперь он идентифицирует себя как курица. Ну ладно. И снова налет. Ого, какой разодетый. Ближний и дальний бой, 11 уровень медицины. Ммм, неплохой персонаж. Ну что ж, мы тебя ждем, мужчина. У нас в комнатке там как раз еще одна кровать есть. Тут как раз приперлись имперские сборщики подойти. А они, ребята, суровые. Они-то тебя и пристрелят. Мне даже ничего делать не придется. Но главное, чтобы не насовсем. Так. Отлично. Началась стрельба. Наблюдаем издалека. Главное не застрелить, он мне нужен. Блин, смотрите, от него пули отскакивают. Нифига себе. Упал. Блин, я тоже хочу такой автомат, как у этого имперца, чтобы через все поле стрелять. И отлично, он живой. Но ему осталось всего 2 часа. Раздеваем и голожопа вынесем в спецкомнату. Стабилизировать не будем, на это тратится время. Так, пошло лечение. 4 часа. 9 часов. Все. Отлично. Спасено. Хер будет жить. Не успел я напомниться, как Нате этим же вечером пополнение. Какой-то мужичок хочет к нам присоединиться. Просто так. На халяву. Без смс и регистрации. Парамедик. Шикарно. Добро пожаловать, молодой человек. Дед пока поставит тебе кровать в своей комнате, а дальше разберемся. Кстати, наш новый пленный принес много полезного. Рюкзак, куртку, повязку на лицо, дубинку и рекурсивный лук. Обалдеть, где он это все хранил в карманах? Но неплохие подарки, отлично пригодится, чтобы приодеть своих. Бум, крыса сошла с ума. Блин, этого мне еще не хватало. И она ведь прямо рядом, собака. Ну, в смысле крыса. Но эта тварь на него не обращает внимания, она явно пришла за кем-то из пленников по какой-то причине. Оказалось, что новый мужик пришел и принес с собой винтовку. И я не придумал ничего лучше, как застрелить эту крысу нахрен. Ну, она естественно взрывается и комната с пленниками начинает гореть. Но дед побежал тушить пожар, хотя до этого спал как убитый. Ну и женщина тоже в стороне не осталась. Молодцы. Команда. Так, это еще что? Вы перехватили несколько странных сигналов. Бла-бла-бла. Некоторые защищены сталью в 20 миллиметров. Бла-бла-бла. Понятно. Механоиды. Новость плохая, потому как из оружия у меня только винтовка, которую новенький принес. Блин, надо шевелиться. Шо? Опять? Агрессивные животные? Йоркширские терьеры? Серьезно? Жизнь какая. Проблема йоркширских терьеров в том, что их, блин, много. Закусают нахрен любого количества. Поэтому мы решили пересидеть. Пока будем сидеть, и никто не сможет ходить к пленникам, поэтому надо принести им еды. Я думаю, штук 10 блюд им хватит на пару дней. И лежачего там кто-нибудь как-нибудь покормит. Я не знаю, может это голенькое покормит. Все, все внутри, двери закрываются. Вон они пришли, демоны мелкие. Тявкают. Один откинулся на ловушке. Они так-то мелкие, и забить их в принципе не проблема, но я боюсь, они закусают количеством и просто не спасем потом. Дед сидит в безопасности, но очень переживает за жизнь на ферме. Но и дома есть пока чем заняться. Будут копать гору, шлифовать стены, готовить еду. Снова возьмутся за исследования. Жизнь течет своим чередом. У деда новый друг Дэйви. И еще два друга на подходе. А также куча питомцев на ферме. Дед становится немного счастливее и спокойней. А что будет дальше? Увидим. Субтитры подогнал «Симон»